Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет. Есть самая главная звезда России, это Алла Пугачева. И люди к ней так и относятся. В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов предложил передать замок, покинувший Россию певице Аллы Пугачевой, в собственность государства и открыть в нем детский сад. Они на этот замок заработали в стране, которую сейчас ненавидят, сказал он. А на днях активизировались мошенники, которые стали разводить друзей супругов Пугачева и Галкина на деньги, прося у них помощи от лица звездной пары. Учстились случаи мошенничества от моего имени, от имени Аллы. С разных телефонов пишут нашим друзьям, коллегам с просьбой перечислить деньги. Мы ни у кого денег не просим. С такими просьбами никому не обращались. Наши уважаемые друзья, к сожалению, очень многие в данном случае, к сожалению, оказались очень людьми отзывчивыми и пересылают деньги. Я вас очень прошу, не ведитесь на это все. Это мошенничество, аферисты от нашего имени это пишут. Мы денег не просили, не попросим. 6 декабря Пугачева решила поставить всех злопыхателей на место. Она выложила фото с видом на пальмы и пояснила, как справляется с травлей. Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Этот вид из моего окна. Декабрьское небо над землей обетованной. Смотрю на небо и говорю, господи, прости этих жалких продажных тварей, лицемиров и лжецов, ибо не ведают они, что творят. Вот и все. Всем привет, написала Примадонна. Алла Пугачева, королева российской поп-музыки советского, а затем и постсоветского периода, судила войну в Украине, которая, по ее словам, убивает солдат ради иллюзорных целей, подавляет население и превращает Россию в изгоя. 16 сентября Минюст РФ объявил ее супруга Максима Галкина, критиковавшего нападение на Украину иностранным агентом. 73-летняя Пугачева написала обращение в Минюст с просьбой включить ее также в число иноагентов своей любимой страны. Певица заявила, что солидарна с мужем, назвав его честным, порядочным и искренним человеком, неподкупным патриотом своей родины. После 24 февраля в России подавляется инакомыслие. Штрафуются артисты, позволяющие себе антивоенные комментарии.